В эфире информационная программа «Пульс города». Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Новый год со старыми долгами УК ЖКС откладывает выпуск квитанции за электроэнергию. 25 лет излучают оптимизм, добро и позитив. Музыкальный театр «Телебом» отметил юбилей. Кранты на развитие. Авторы лучших бизнес-проектов получили финансовую поддержку. В связи с двойным терактом в Волгограде правоохранительные органы усилили меры безопасности. На сегодняшний день сотрудники всех силовых ведомств переведены на усиленный режим работы. Дополнительные усиленные меры безопасности введены на железнодорожных вокзалах, в местах массового скопления людей. В состояние повышенной бдительности переведены все дежурные смены. Введен особый режим досмотра автомобилей, вгижающих, в частности, на территорию Мурманской области. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан соблюдать внимательность и осторожность. В случае обнаружения бесхозных предметов, сумок, пакетов требуется незамедлительно сообщать в полицию. Погода задает жару. Последние дни декабря на Кольском полуострове выдались какими-то совсем не зимними. Снег местами растаял во дворах и на дорогах лужи. Вместо пушистого новогоднего снега на северян обрушились противные дожди. Впрочем, терпеть это безобразие осталось недолго. Уже в ближайшие сутки, как обещают синоптики, температура воздуха начнет понемногу понижаться, пройдет снег. Усилится ветер, он будет восточным и принесет с собой циклон. Осадки станут интенсивнее, а морозы крепче. На второй день нового года, по прогнозам Мурманского гидромедцентра на юге области, в ночные часы будет наблюдаться до минус 18 градусов. Подведены итоги конкурса на лучший бизнес-проект. Он проводился по инициативе районной администрации в рамках программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В минувшую пятницу авторам самых интересных и экономически целесообразных проектов вручили гранты. В этом году на конкурс поступило более 40 заявок. И, как отметили организаторы, это хороший результат. Показатель того, что кандалакшские предприниматели не стоят на месте, активно расширяют поле своей деятельности и ищут новые возможности для развития. Правда, зачастую на реализацию того или иного бизнес-проекта не хватает средств. На помощь пришли власти. Авторам самых интересных идей помогли конкретно рублем. Гранты по 200 тысяч каждый получили пятеро действующих предпринимателей. Средства выделены из местной казны. Проекты начинающих бизнесменов профинансированы из трёх источников – местного, областного и федерального бюджетов. Объём поддержки внушительный, благодаря чему помощь на открытие своего дела гранты по 300 тысяч рублей каждый могли получить 26 начинающих предпринимателей. Среди заявленных на конкурс бизнес-идей – открытие службы экспресс-доставки, студии автодизайна и автомойки, создание центра детского развития, организация пункта по приёму макулатуры, производство внедорожной техники. Несколько проектов направлено на развитие туристической отрасли. Финансовую помощь в виде грантов по 300 тысяч рублей получили также бизнес-идеи по внедрению альтернативных источников топлива. Не за горами Новый год, а жители десятков домов так и не смогли расплатиться по счетам за электроэнергию. В разряд должников в Кандалакшане попали не по своей вине. Управляющая компания не торопится предъявлять горожанам квитанции. Квитанции на оплату электроэнергии жильцы домов, находящихся под управлением УК ЖКС, не получают с июля. А между тем суммы за уже потреблённый ресурс накопились немалые. Что происходит и когда горожанам будут выставлены счета за свет? Эти вопросы мы не раз задавали руководству управляющей компании. Там сначала пообещали выпустить квитанции в начале ноября, потом, посетовав на технический сбой, перенесли мероприятие на конец месяца. На календаре уже конец года, а обещания всё те же. Как, впрочем, и причина отсутствия квитанций. У нас уже все договора подписаны, то есть всё окончательно. Мы планировали выпустить квитанции за свет по нормативам в декабре месяце. Но из-за того, что возникли технические сложности, это, во-первых, не совсем соответствует правильно базам. У нас есть какие-то нарекания. И по нормативам, так как нормативы у всех разные, то есть, чтобы не было ещё большей путаницы, было принято решение собрать все показания счётчиков и выпустить квитанции в январе месяце. Принимать показания счётчиков от населения в УК ЖКС намерены уже с 9 января 2014 года. Специально для этих целей, по словам Александра Фокина, будет выделен специалист и телефонный номер. Чуть больше, чем через сутки, Кандалакшу озарит новогодний фейерверк. Увидеть его смогут все, кто поспешит в первую ночь 2014 года на массовые гуляния. Эпицентрами праздничных мероприятий станут, как обычно, две площадки. Возле городского кинотеатра и на Неве-3 у ДК Металлург. Новый 2014 год встретим с размахом массовое гуляние на Центральной площади начнётся ровно в час ночи. Для Кандалакшан подготовлено театрализованное представление театра эстрады «Шок». Свои новогодние подарки жителям города преподнесут и лучшие вокалисты. Кроме того, каждый житель города сможет поучаствовать в новогоднем марафоне «Ёлка добрых пожеланий». Организаторы акции предлагают Кандалакшанам поучаствовать в украшении новогоднего деревца. Для этого необходимо принести с собой на праздник игрушку. Взамен получите возможность озвучить поздравления в адрес своих близких во всеуслышание. Не обойдётся первая ночь года и без главных персонажей Деда Мороза и Снегурочки. Ну а в два часа ночи грянет праздничный салют. Спустя 20 минут новогодним фейерверком смогут насладиться и жители Невы-3. Там массовое гуляние развернётся на площади у Дворца культуры. В программе концерт-ансамбля «Гармошечка-говорушечка» «Поздравление Деда Мороза и Снегурочки» – танцевально-развлекательная программа. В минувшую пятницу поздравления с юбилеем принимал Зеленоборский музыкальный театр «Телебом». Вот уже 25 лет артисты образцового коллектива заряжают своих зрителей оптимизмом и верой в лучшее. Делятся секретом человеческого счастья. А он, как это часто бывает, прост. На концертах и спектаклях театра «Телебом» в зале не бывает свободных мест. Благодарные зрители и искренние артисты. Они, как сообщающиеся сосуды, делятся друг с другом самым сокровенным. Пусть мир в ваших мыслях всегда приятный и под любви. Это все ваши дела. И несут только добро. И мир почувствует, и мир почувствует ваш любовь. Любить и быть счастливым просто. Нужно лишь этого захотеть. Именно желание сделать жизнь зеленоборских ребятишек интереснее. И родилась идея создания коллектива. 25 лет назад несколько инициативных мамочек со своими детьми образовали творческую группу, где все вместе открывали для себя мир музыки и танца. Сочиняли песни и стихи. Организовывали авторские концерты. Начиналось с 8, а потом с 10 мальчиков и девочек. Вначале не было даже и дома, где могли дети заниматься. И поэтому наш детский сад приютил всех воспитанников. В какое-то время мы занимались в детском саду «Березка». А затем уже у телебома появился роскошный свой дом телебом, где они сейчас и занимаются. Сейчас телебом – это состоявшийся и самодостаточный коллектив со своим неповторимым стилем, яркими постановками. Юные артисты и их наставники не боятся экспериментов. Они постоянно в поиске, пробуют что-то новое. Музыкальный театр «Телебом» неоднократно становился лауреатом и дипломантом областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Буквально месяц назад ребята вернулись из Рязани с фестиваля «Карусель-2013», где представляли свою новую работу – пластический спектакль «Ладони». Пронзительная история, в основе которой личные воспоминания выпускницы детского дома, получила высокую оценку профессионального жюри. Телебом был отмечен дипломом за лучшее хореографическое решение. В чем секрет молодости и успеха театра «Телебом»? Герман Мокичев, выпускник коллектива, отвечает просто – в атмосфере добра, тепла и взаимопонимания. Телебом нравится любым, каким бы он ни был. Потому что это вторая семья, просто по-другому это не передать словами. В «Телебоме» и правда все по-семейному. Родители юных артистов тоже вовлечены в процесс создания новых шедевров. Мамы шьют костюмы, папы помогают с реквизитом и декорациями. А иногда и сами зажигательно выступают на сцене. Хотя и признаются, нелегкая это работа – поспевать в такт за своими талантливыми чадами. Самое сложное было попасть в такт с ногами, с руками и в движении. Потому что надо учитывать возраст, во-первых. Во-вторых, все люди, скажем так, нетворческих специальностей. И в-третьих, это то, что это все новое на самом деле. Так и живут уже 25 лет. Вместе поют, вместе танцуют, стремятся к новым вершинам. Верят только в лучшее. Излучают оптимизм, добро и позитив. Далее прогноз погоды, его представляет бюро финансовых решений. Пойдем. Сегодня ночью в Кандалакше по району будет облачно, небольшой снег, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха 0,1 градус. Во вторник днем сохранится облачная погода, небольшой снег, ветер восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха 0,1 градус. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба. 31 декабря солнечная активность низкая, геомагнитное поле неустойчивое. Спонсор прогноза погоды – бюро финансовых решений «Пойдем». Улица 50 лет Октября – 3. Выгодные и удобные кредиты сразу после беседы. Мы выдадим вам кредит при любой погоде, просто после беседы. Поэтому не все ли равно, какая погода. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!